Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской Церкви в Оксфорде. Сегодня мы продолжаем серию программ «Христианские основы», которые нацелены на то, чтобы поставить вашу христианскую веру на твердое основание. Без хорошего основания нет смысла строиться выше. Не стоит изучать какие-то глубокие темы, если вы еще не заложили основание. Иначе все просто рассыпется. Конечно же, основание — это сам Христос. Все начинается с принятия Христа, познав, кто Он такой и Его любовь к нам, явленную на кресте. «Христос — это главное основание нашей жизни, и мы закладываем Его, когда принимаем Иисуса Своим Господом и Спасителем». Первое послание Коринфянам, 3 глава, 11 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Надеюсь, что он уже является основанием вашей жизни. А теперь нам нужно строить на этом основании, в этом и смысл всей данной серии программ. Итак, это основание было заложено в нас, когда мы услышали Евангелие и отреагировали на Него, приняв Христа как нашего Господа и Спасителя. Как только основание было заложено, нам нужно строить на Нем, слушая и повинуясь, то есть исполняя учения Иисуса в Новом Завете. Это также подтверждают слова Иисуса из Евангелия от Матфея, 7 глава, 24 стих. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки и подули ветра, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». «А всякий, кто слушает все слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки и подули ветра, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Если мы строим на песке собственных мыслей и мнений, то в итоге наша жизнь сойдет на нет. Иисус был строителем, и Он знал о важности строительства на правильном основании. Также Он знал, что если мы не будем этого делать, то все наши усилия сойдут на нет. Итак, мы строим наш дом или христианскую жизнь, слушая и исполняя учения Христа и Его апостолов. Построение нашей жизни похоже на построение любого здания. Нужно строить снизу вверх. Никто не строит сверху вниз. А это означает, что мы начинаем с того, что Библия называет фундаментальными доктринами. Эти доктрины напрямую связывают нас с основанием, со Христом. Их также называют «молоком Слова Божьего». Важно впитывать «молоко Слова Божьего», слушая и исполняя эти доктрины, а только потом переходить к мясу к более глубоким откровениям. Важно установить основание, перед тем, как переходить к другим истинам. Именно об этом сказано в послании к Евреям 5 главе с 12 по 14 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить с первым началом Слова Божие. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ, не практикуется в слове правды. Потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, зрелым, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Евреям 6 глава с 1 по 30 стих. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога». Этих начатков истин всего семь, но первые — это обращение от мертвых дел и вера в Бога. Именно на этом мы сфокусируемся с вами сегодня. Эти доктрины описывают совершенно новый образ жизни. Поскольку мы сейчас строим нашу жизнь на новом основании, на личности и на работе Христа, то наша новая жизнь должна быть фундаментально другой. Снаружи может ничего не измениться, потому что мы мало что сделали снаружи. Но наша жизнь должна отличаться по своей сути. Вот в чем заключается отвращение от мертвых дел и вера в Бога. Также должна измениться мотивация нашей жизни. Сюда входит покаяние от старого образа жизни, который назван мертвыми делами, и принятие новой динамики жизни, которая называется жизнь верой. Это означает переключить центр функционирования нашей жизни с нас на Бога. Вместо надежды на себя, мы учимся надеяться на Бога и на Его благодать. Поэтому нам нужно покаяться в том, что мы полагались на себя и жили своими силами и своим пониманием. Вместо этого, нам нужно научиться полагаться на живого Бога, Его благодать, Его Духа, который теперь действует внутри нас. Для того, чтобы спастись, нам нужно было покаяться. Мы исполнили эти доктрины, и так мы спаслись. Мы покаялись от наших мертвых дел и поверили в Бога. Вот как мы спаслись. Нам нужно перестать полагаться на наши собственные дела и не пытаться спасти себя. А вместо этого, нам нужно всецело поверить в Иисуса Христа и в то, что Он сделал для нас на кресте. А также, нам нужно подчиниться Ему как Господу. Эти принципы покаяния и веры остаются основополагающими для нашей христианской жизни. Посмотрите, послание к Колосиным, 2 главу, 6 и 7 стихи. Тут сказано, посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Иными словами, как вы приняли Христа через покаяние и веру, так и ходите дальше в тех же принципах. Иными словами, как мы не спаслись своими делами, так мы и не пытаемся жить на основании дел. Теперь мы живем по благодати. Если мы были спасены благодатью, то нам нужно жить по благодати. Это означает, что Дух Божий и Его сила, которые действуют внутри нас, должны быть основанием нашей веры. Мы полагаемся на Божью благодать и отказываемся от всякой гордости и упования на себя. Основание покаяния от мертвых дел и веры в Бога применимо не только к моему спасению, но и к нашей повседневной христианской жизни. Чтобы понять, как это работает и как нам сотрудничать с Богом, нам нужно понимать, что же все-таки произошло внутри нас, когда мы покаялись и приняли Иисуса Христа. Библия говорит, что когда это произошло, мы приняли перерождение нашего Духа, и это сделало нас детьми Бога. Это удивительно. Евангелие от Иоанна 1 глава 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Тут сказано, что это рождение было не от крови, то есть оно не только для людей какой-то определенной национальности, и не от хотения плоти, то есть вы не смогли бы сделать это усилием своей воли и не от своих добрых дел. Далее сказано, не от хотения мужа или человека, то есть никакая церковь или любая другая организация не может этого сделать, потому что это рождение от Бога. Бог делает это внутри нас сверхъестественным образом. И Он сделал это, когда вы лично пришли к Нему и приняли Его как вашего Господа и Спасителя. Иисус говорил об этом новом рождении в Евангелии от Иоанна 3, главе 3 стихе. Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» И Иисус отвечал, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». «Рожденная от плоти есть плоть, рожденная от духа есть дух». Это новое рождение, рождение вашего духа. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе, «Должно вам родиться свыше». Это повелительное наклонение. Чтобы пойти на небо, вам нужно принять это новое рождение. Заметьте, что Иисус сказал, «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». То есть первого рождения недостаточно. Даже если вы родились евреем, этого недостаточно. Итак, для того, чтобы быть гражданином земли, вы должны родиться на землю. Также, чтобы быть гражданином небес, вам нужно родиться в Царство Божие, родиться свыше. И только Бог может сделать это для вас. Как и ваше, это первое рождение было только по благодати, а не по вашим делам. Вы ничего для этого не сделали. То же касается и вашего второго рождения. Это не ваша заслуга. Никакие ваши дела не могут этого сделать. Это сделано для вас по благодати. Через первое рождение вы унаследовали природу вашего земного отца Адама. Также через второе рождение вы наследуете природу вашего небесного отца, Бога. Итак, ваше первое рождение это рождение вашей плоти. А второе рождение это перерождение вашего духа. Никодим спросил, как это может с ним произойти, а Иисус ответил, что это работа духа. Он дует в ваш дух и обновляет его. А затем он объясняет, как именно это происходит. Это 14 стих. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Эта история взята из книги чисел, где змеи кусали евреев. Змеи — это прообраз греха. Грех жалит нас и приводит к нашей смерти. Противоядием было то, что Моисей поднял на шесте бронзового змея. Бронза — это символ суда. Все это прообраз Иисуса на кресте, который взял наши грехи, и эти грехи были осуждены на нем. Все, кто смотрел на бронзового змея и видел, что их грехи осуждены, написано, что они выживали. Написано, что также Иисус был вознесен на крест, чтобы все, кто видят Его, и как Он вознес их грехи на крест и верят в Него, будут спасены. А затем сказано, ибо так возлюбил Бог мир, так это через смерть на кресте, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, если вы верите в Иисуса как Сына Божьего и в то, что Он умер на кресте за ваши грехи, а также принимаете Его для себя, то тогда вы принимаете вечную жизнь. Дух Святой входит в ваш Дух и делает ваш Дух перерожденным. Так вы становитесь новым творением. Чтобы понять, что произошло во время нового рождения, нам нужно понимать, какими Бог создал нас. Мы — Дух, Душа и Тело. Бог создал нас триединами по образу Божьему, и мы видим это в сотворении Адама. Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Это и Тело. «И вдунул в лицо его дыхание жизни». Это Дух. «И стал человек душою живою». Итак, соединив Дух и Тело, Адам сделался живой душой. Это означает, что наивысшая часть человека или суть его — это его Дух, который в него вдохнул Бог. Именно эта часть человека напрямую связывается с Богом. Душа — это личность человека, его разум, воля и эмоции. Дух — это наивысшая часть, и он выражает себя через душу и тело. А душа, разум, воля и эмоции проявляются через тело. Изначально Бог запланировал, чтобы дух человека был живым для Бога и соединенным с Божьей силой, и чтобы человек жил из Духа по силе Божьей, и через его тело и душу выражалась природа Бога, которая находится в гармонии с Духом. Песня состоит из трех частей. Из гармонии, мелодии и ритма. Дух — это как мелодия. Он задает мелодию для нашей жизни, а душа должна быть в гармонии с Духом и проявляться через ритм обычной жизни. Но когда человек согрешил, он умер духовно. В Бытии 2 главе 17 стихе Бог сказал, «А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Когда Адам согрешил, он тут же умер духовно, и это привело к его физической смерти, потому что теперь он был отрезан от Божьей жизни. Адам принял решение быть себе Богом, жить независимо от Бога, и последствием этого стала духовная смерть. Таким образом, он был отрезан от Божьей жизни, и в его плоть вошла греховная природа. И именно поэтому наши тела смертны. Греховная природа в теле также заставила душу жить независимо от Бога. Это последствия этого решения. Вот как появилась независимая жизнь души или эгоизм. Эгоизм это и есть независимость от Бога. И теперь человек живет не из духа, а из души, в темноте и тщеславии собственного разума, мыслей и эмоций, которые находятся под властью греховной природы. А лучше было бы жить из духа, подпитываемого Божьим духом. Теперь он отделен от Божьей жизни и его благословения. Поэтому он попал под власть греха, проклятия и смерти. Если бы не спасение через Иисуса, он был бы обречен на вечную смерть в аду. Получается, что была утеряна прекрасная мелодия духа, теперь главенство пытается захватить душа. Он пытается делать то, для чего она не была предназначена, а именно жить сама по себе. Душа может быть лишь бледной копией духа и его способностей. Так создается лишь шум и дисгармония. Именно поэтому мы чувствуем стресс и тревогу, когда пытаемся сделать все своими силами. Библия называет все это мертвыми делами. В послании к Ефесиным описано наше состояние до нового рождения. вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Не очень радостно, но слава Богу, Иисус пришел, чтобы спасти нас от наших грехов и заплатить за новое рождение нашего духа. Итак, если мы верим в Него и принимаем Его, Его жизнь воскресения приходит в наш дух и оживляет его для Бога. Так в нашей жизни возрождается мелодия. Далее описано новое рождение. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и на смертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью выспасены. Он сделал с нашим духом тревещем. Во-первых, наш дух был мертв, и он оживил его через свое воскресение. Во-вторых, он воскресил нас вместе со Христом. Наш дух был поражен и находился под действием греха и сатаны, а теперь он воскрес, и он выше всех сил тьмы. Затем сказано, что он посадил нас на небесах во Христе Иисусе. Раньше наш дух был под господством тьмы, а сейчас он на престоле вместе с Иисусом. И он имеет власть и силу над всеми силами врага. Итак, Божья жизнь, его победа и его власть были вложены в наш дух во время нового рождения. Затем подводится итог. Ибо благодатью выспасены через веру, и сиение от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. в результате всего этого наш дух теперь Божий шедевр, способный создавать прекрасную мелодию для нашей жизни. Все эти способности Бог запрограммировал и вложил в наш дух. Так сказано в 10 стихе, ибо мы его творение, его шедевр, созданы во Христе Иисусе через новое рождение на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ветхом Завете новое рождение не было доступно, но о нем говорил Иезекииль. Бог говорит так, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердца каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Тут он говорит, «Я дам вам новый дух, и новый дух вложу в вас». Мы не только получим дух Божий, но он еще и войдет и будет жить внутри нас. Поэтому мы теперь храм Святого Духа. Наш дух подключен к Божьему Духу, и теперь внутри нас есть Божья жизнь. Это означает, что нам доступна Божья благодать, и теперь она источник нашей жизни. Теперь мы совершенно новый человек внутри. Библия говорит, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Все же от Бога. Теперь внутри нас Божья природа, природа любви. Иисус описал новое рождение в Евангелии от Иоанна 4 главе. «Всякие пьющие воду сию вас жаждят опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать во век, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Вы имеете вечную жизнь в своем духе. А в 7 главе он сказал, что из вашего сердца потекут реки воды живой. Речь о Духе Святом. «Теперь Дух Святой живет внутри вас и желает проистекать и через вас, как живая вода». Римлянам 5.5. «Любовь Божия излилась в сердце наше Духом Святым, данным нам». То есть сейчас из нашего Духа льется прекрасная мелодия силы, благодати и любви. Если вы рождены свыше, то у вас есть способности, которых не было ранее. Теперь вы можете любить Бога и людей. Вы дитя любви, Бога любви, и вы должны стремиться выражать эту любовь. Галатам 5.22. Плод же Духа любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. А в послании к Ефесиным сказано, «Облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Ваш Дух свят и Он способен жить праведно». Поэтому теперь мы должны жить так, как того желает этот новый человек. Библия говорит, «Все могу в укрепляющем меня и Иисусе Христе». Павел пишет «Галатам, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу веру в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это совсем другая жизнь. Мы каемся в том, что жили на поводу своей души, и теперь живем в силе Святого Духа. И когда мы позволяем Духу Святому течь, Он просветляет наш разум, укрепляет нашу веру и освежает наши эмоции, тогда мы поймем, кто мы на самом деле. Значит, нам нужно покаяться и отвернуться от наших мертвых дел. Библия говорит, Дух животворит, плод не пользует немало. Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Вот какой жизни призывает нас Бог. Иисус сказал, что если мы хотим следовать за Ним, то нам нужно забыть о жизни независимой души и выбрать более высокую жизнь с Ним. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Мы обретем настоящую жизнь, потому что жизнь в Духе активирует нашу настоящую индивидуальность. Есть два способа жизни. Во-первых, под законом, соблюдая все правила и нормы своими силами. Во-вторых, по благодати, жизнь по благодати течет из нашего Духа. Библия говорит, приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Римлянам 6, 11. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». «Итак, да не царствует грех смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Греховная природа никуда не девается, но вы не должны больше повиноваться ей. Если вы ходите верой, то вы ходите в победе над ней. Тут сказано, что грех не будет царствовать над вами, потому что вы не под законом, а под благодатью. Пока вы живете под благодатью по вере, и Божья жизнь, и Божий Дух вас, грех не может господствовать над вами. Только так вы будете жить в победе». Вот почему сказано, «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, греховную природу, и она больше не имеет власти над вами. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу, ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. нужно нужно фокусироваться на Боге и на духовных вещах. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир. Мы только тогда угождаем Богу, когда подчиняем нашу душу жизни по благодати через веру, полагаясь на дух Божий. Когда мы ходим во плоти, независимо от Бога, своими силами, мы не можем угодить Богу, какими бы хорошими ни были наши намерения, и какими бы религиозными мы ни были. Вот почему вера в Бога и обращение от мертвых дел это первоначальное и фундаментальное учение для всей нашей христианской жизни. Мы рождены свыше, мы имеем его дух внутри нас, но теперь мы еще должны жить на основании Божьей благодати. Тогда мы обретем с вами жизнь и мир Божий. Мы приглашаем вас на наши воскресные собрания, которые проходят в 11.00 и в 18.00 по адресу которой вы видите на экране. Приходите, мы ждем вас.